Пятый канал представляет Падла Погоняло этого недотека шаба Натянул на себя капюшон, чтобы не засветиться на камерах наблюдения Не учел, что камеры на каждом углу, на каждом доме Так это он подорвал бизнесмена Но, скорее всего, его использовали для закладки бомбы Лёв, посмотрите на эту морду Явно понял, что засветился по саму, и я не хочу Ну вот, потому и собрал манатки и свалил из дома Но опера выяснили, он сейчас находится у своей любовницы, Богданной Платцент, контроль Помогите! Ромео, проверь комнаты, спокойно Где шаба? Не знаю, помогите, мамочки убивают! Алло, это Шаба За мной спецназ приехал, что мне делать-то? Да, они сейчас только что к Богдане на квартиру влетели Я понял, хорошо Все Жду Без понятия я, где шаба шляется, понятно? Изверги, уроды! А почему проститутки все время такие борзые? Ты кого проституткой назвал? Спокойно Ты, сволочуга! Что, разве не проститутка? Тебя же вроде Богдана зовут, а не Маша или Катя Это имя мое по паспорту, тебе паспорт показать? Где шаба? Еще раз спрашиваю, когда в последний раз его видела? Ну, где ты? Быстрее Мы с шабой расстались, я не знаю, где он, понятно? А ты чего орешь? Тайпан, может, она психическая Да ты кого психическая назвала? Да успокойтесь вы! Ромео, присмотри за ней, будет брыкаться в наручники ее Туча, вызывай оперов, мы свою работу сделали Зачем тут столько ключей? А я квартиры сдаю посуточно, ясно? Хватит там шарить 201-го ключа нет Так она шабу в 201-й квартире поселила Шаба, беги! Работает Сюбр, стоять! Молодец, это все нормально? Нормально Отец Ромаев, двор контроля Шаба, стой! Бросай ствол! Шаба, не глупи! Дернешься, завалю! Ствол клади на землю, медленно! Медленно! Ствол на землю, давай! Крупье, нужна труповозка Почему Шаба подложил бомбу под машину бизнесмена? Я не знаю, о чем вы У Шаба не было конфликта с Лизуновым Значит, ему кто-то приказал это сделать Кто? Для особо трудных повторяю Я ничего не буду говорить Ты бы тон сменила? Тебе светит укрывательство преступника А будешь хамить, пойдешь еще как соучастница покушения на жизнь сотрудника Никуда я не пойду Я знаю свои права Мне надо позвонить, понятно? Я имею право на телефонный звонок Привет Как там мама? Да, передавай привет Папа вон кричит, что от него тоже Да, кричу, аж охрип Да ничего не делаю В игру играю Варя, ты кого-нибудь ждешь? А ну, помоги, продолжи Да Илья Фомин? Да Чем могу помочь? УСБ Росгвардии, подполковник Фаргутин Вы задержаны? Собираетесь Пап Варя, спокойно Все хорошо Я скоро вернусь Я уверен, это какая-то ошибка Разберемся За мечты и за жизни За все, что свято в нас По приказу отчисты Работает Спецназ Дежурство через две минуты начинается, а шефа до сих пор нет Странно Он же никогда не опаздывает Я наберу его Может, это Гарик опять что-нибудь учудил? Но вы же знаете, его лучше прибить, чем прокормить Ну да, забавно, что именно ты это говоришь В смысле? Алло Варя Это Сергей Богатов с папиной работой Скажи, а Что? Понял, спасибо Тайпана ночью у УСБ Росгвардии повязала Со спецназом Что? Как вообще? За что? Да я-то откуда знаю И главное, шеф ходит и ничего не говорит Как ни в чем не бывало Ну, значит, он не в курсе так же, как и мы Так что не тупимешь Так, Дима, звони Зубковой Может быть, она что-то выяснит А мы пошли к шефу Молодой человек, послушайте, я не абы кто с улицы Я старший следователь следственного комитета И у меня было назначено мероприятие с СОБРом И тут я узнаю, что командира группы задержали Вы мне можете объяснить за что? А кто может? Секунду, не кладите трубку Алло Кто хочет поговорить? А есть что надо Присаживайтесь Как провели ночь? Засунули на ночь в камеру, чтобы помариновать Ну, помариновали, что дальше? Вот смотрел ваше личное дело, выдающаяся биография Могу дать автограф Как я понимаю, с вашей женой у вас были добрые отношения Раз она оставила вам детей Это преступление? Преступление убивать мужчину вашей бывшей жены Вы про Коновалова? Этого человека полгода искали все силовики Питера и страны Он находился в федеральном розыске Интересная картина получается Стоит вашей бывшей жене поссориться с своим мужем Как он вдруг становится опаснейшим преступником Знаете, как это называется? Подстава А знаете, как это все называется? Бред Ну, почему же? Неужели? Жена ссорится с своим мужем, хочет с ним развестись И чтобы получить всю собственность, а не половину Обращается к бывшему мужу, собровцу И тот делает так, что мужчина становится опаснейшим бандитом Может быть уже перейдем к делу Вы же меня сюда не из-за Коновалова притащили Это же так все для затравки Прощупать почву Не так ли? И зачем вы хотели меня видеть? Если только вчера отказывались разговаривать Ну, я переночевала в камере и вдруг глаза открылись Я решила выложить все как на духу Похвально Хорошо, я вас слушаю Значит так Шаба позавчера прибежал Весь бледный попросил его спрятать Сказал, что его хотят убить Кто? Какой-то собровец Имя он не назвал, но сказал Богдана дорогая Знаешь, что если придут спецназовцы То это за мной Они хотят меня убить Раздурели? Вы записывайте И оружия уж абы не было Я бы знала Так что тот пистолет Вчера те оборотни ему подсунули Бедный шов За что его так? Так ну все, хватит Прекратить этот балаган Кто вас надоумил? Тот, кому вы вчера порывались позвонить? Это он приказал вам нести весь этот бред? Бред? То есть вы мои показания отказываетесь принимать или что? Произвол! Я требую справедливости! Вчера вы открыли огонь на поражение В результате чего был убит гражданин Никонцев Он же Шаба При каких обстоятельствах он был убит? Вот Теперь мы перешли к делу Значит из-за него Отвечайте на вопрос Никонцев был ликвидирован Потому что направил оружие на бойца СОБР Находящегося при исполнении Это оружие Там был Макаров, но я не могу поручиться Что это именно тот пистолет Этот пистолет был обнаружен на месте преступления А теперь самое интересное Оружие зарегистрировано на охранное предприятие Галимова СА Знаете такого? Галим? Главарь банды Которая занималась контрабандой Янтаря Которого вы ликвидировали Но тогда оружие не было обнаружено и изъято И потом вдруг Этот пистолет обнаруживает рядом с телом Другого убитого вами человека Как так? То есть вы хотите сказать Что это Я Подсунул Пистолет Шабе Но если вы могли убить Мужа вашей бывшей жены То сделать это с простым уголовником Так Вы можете доказать Что Галим не потерял свой ствол где-нибудь на улице А Шаба не подобрал этот ствол Вы можете доказать Что именно я Подкинул Шабе ствол Пока не могу Но я докажу И тогда мы будем разговаривать Совсем по другому Илья Наташа Ты что здесь делаешь? То что меня отпустили твоих рук дело? Не знаю, но я жала на все рычаги, на которые я только могла Теперь все в порядке? От тебя отстали? Отпустили под подписку о невыезде Но будут рыть дальше, я уверен Ребята настроены серьезно Я уверена, это Богдана Она кому-то позвонила и после этого все завертелось Кому она могла позвонить настолько влиятельному Чтобы он мог сказать ФАС управлению Росгвардии? Как это вообще возможно? Тайпан? Парни, я надеюсь, вы не штурмовать приехали в управление собственной безопасности? Вообще-то была такая мысль Тайпан, что происходит? Да я голодный со вчерашнего дня Вчера даже не поужинал Так что голодный как зверь Наконец-то мы на одной волне Не хотел вам говорить, но у Алиночки в морозилке есть личный ящик для меня Там так написано «Миша» На месте Агеева я бы начал нервничать Ну? Что узнали? Расспросили бойцов, которые с этим ОСБшником сталкивались Дело плохо, командир Ну, во-первых, все как-то один говорят, что Фаргутин не подкупный Мужик кремлений А во-вторых, еще и справедливо, и без повода охота не начинает Но если начинает, то доводит ее до конца Но Илья не давал поводу У Шабы не могло быть ствола Галима Они слишком разные Шаба мелкая сошка, Галим крупный игрок, это исключено Получается, ствол кто-то подкинул Подменил ствол в Шабы на ствол Галима И кто это мог быть? Если доступ сейчас есть только у ОСБ А вы сами говорите, что Фаргутин честный и не подкупный Значит, голова треснет Но если ствол подкинули, то прямо у Фаргутина Это единственный вариант А может, и не единственный Сергей, ну хоть вы ему скажите Илья, ну что ты тут ищешь? Даже если здесь что-то и было, все равно все затоптало уже Ну смотри, я был на крыше Связался с крупье Попросил, чтобы прислали группу Сказал тебе присмотреть за трупом, пока не приедет кавалерия И я сразу же пошел сюда Потом с другой стороны Ромео подошел, ну скажи Тайпан, ствол все время был рядом с трупом Шабы Подожди, дом большой Пока вы сюда подошли, прошла минута полторы, правильно? Ну так, может в эту минуту кто-то ствол подменил? Ланцет, ну что за бред? В квартире у Богдана мы сколько были? Минут двадцать? Двадцать пять А что если за это время Шаба с кем-то связался? Этот кто-то приехал сюда, увидел, как Шаба упал с крыши Подбежал к нему и подменил ствол Тайпан красава, все так и было Туча, ну я тоже самое сказал Мальчики, не хочу разрушать вашу идиллию, но есть одна проблема У Шабы не было никакого телефона А что если он его спрятал в квартире? На кухне чистый В спальне тоже Да неужели я ошибся? Тогда я вообще не понимаю, что происходит Сочные такие, интересно откуда он эти яблоки взял? Будет кто-нибудь? Зарядка от телефона У него был телефон И если его нет в карманах Шабы И если его нет в квартире, значит его кто-то взял Вы понимаете, это не бред Значит во дворе был кто-то третий, кто забрал телефон и подменил пистолет Он приехал сюда со стволом, чтобы помочь Шабе Возможно он хотел передать Шабе этот ствол, чтобы при задержании на руках у Шабы было именно это оружие А потом бы выяснилось, что ствол принадлежит другому бандиту, тоже убитому СОБР А потом на допросах Шаб обыклялся, что ствол ему подкинули при задержании Фактически это была попытка заранее отмазать Шабу Нашли чего-нибудь? Яблоки нашли, точные, будешь? То есть задачей было не подставить трех, а просто попытаться отмазать Шабу? Чтобы у Шабы был стимул не сдавать заказчика Значит этот третий и есть заказчик, ну или один из его людей Все равно они сходятся Откуда у этого третьего ствола Галима? Мы всю банду Галима ликвидировали Главное, что мы знаем, у Шабы был телефон, который исчез Вот теперь нужно вычислить этот номер Ну это не сложно, просто поднимаем все звонки, которые были произведены в этом районе в течение операции И один из них наш Потапов сможет помочь? Простите Да, Зубкова, слушаю Да, понимаю Конечно, я подъеду Подполковник Фаргутин вызывает на разговор Тайпан Сто процентов у СБшники Значит санкцию на наружку уже получили, дело дряни Короче, за подменой этого ствола стоят заказчики того взрыва Что нам известно о бизнесмене, которого взорвали? Сейчас, сводки тут было Так, вот Геннадий Палыч Лизунов, владелец фирмы «Фактура Спас» Что это за ферма? Сейчас, секунду, я как раз Видел новость про это А вот, пишут, что Лизунов продал фирму буквально за день до гибели По словам родственников, в последние недели он находился в депрессии Потому что эта фирма была делом всей его жизни Странные люди А нафига тогда продавать? Миша, а ведь это очень хороший вопрос Зачем продавать фирму? Может быть, его заставили? Что-то типа рейдерского захвата? А почему нет? Угрозами склонили к продаже фирмы Он все подписал, а потом решил подать заявление А рейдеры как-то это прочухали и решили его убрать А что? Чем не мотив? Ван Сады, а есть какая-то информация в статье? Кому продали эту фирму? Нет, здесь ничего нету Но подобная информация хранится в реестре Дим, дай-ка Так В каких вы отношениях с Фомином? В профессиональных Как и с целой армией сотрудников Росгвардии и полиции У меня есть информация, что вы одно время встречались А это к делу не относится? И расстались, потому что, цитирую Он вел себя как ковбой Я так понимаю, речь о том, что Фомин мог нарушить закон, если считал это нужно Я не понимаю, вы уже под меня начали копать? Да нет, я просто задаю вопрос Но, кажется, я попал в яблочко Попрошу вас фильтровать вопросы Я сотрудник Следственного комитета И нахожусь здесь исключительно по собственному желанию И ваши власти полномочия на меня не распространяются Ну, у Следственного комитета есть свой отдел безопасности С которым мы активно сотрудничаем Так что я советую вам успокоиться А я советую вам сменить тон А если вы хотели узнать, способен ли Фомин на преступление Мой ответ – нет, не способен Это исключительно честный человек и мужественный боец Спас шестьдесятки жизней Знаете, сколько я видел таких честных ковбоев Которые поначалу бились за все хорошее А потом не замечали, как переходили к грамме Так, новый владелец фактура спаса ООО Арго Консалт Инвест Сокращенно ОК Очень познакомое название Может он рекламу видел? Стоп! Вы помните, полтора года назад моя бывшая пыталась найти работу? В Москву даже собиралась возвращаться Ну, конечно, помню Она же даже в СОБР хотела устроиться Вот в эту контору она совершенно точно пробовалась И хотела туда попасть Говорила, что за такими фирмами будущее Они находят перспективные бизнесы Скупают их и раскручивают Почему же ее не взяли? А вот это самое интересное Они хотели, но потом в один момент почему-то резко расхотели Я вот думаю Может быть это не случайно Ну а что если они действительно рейдеры, то все логично Они узнали, что ее бывший муж майор СОБР И резко передумали Фомин был сегодня на месте преступления? Это точно? Годеныш начал суетиться Он ведь может вмешиваться в следствие Все, хватит с ним играть Вызывай спецназ, будем брать оборогня Надо проверить руководителя этой фирмы Шкура чувствует, что это они А еще лучше наружку к ним приставить Но у нас нет таких полномочий Так может мы Судкову попросим? Не стоит Наташу впутывать в это дело У нее будут проблемы Да и вам, парни, нужно сейчас держаться нейтрально Подальше от меня Меньше сложностей будет ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто это? Илья, это я Звоню с чужого номера, чтобы лишний раз не подставляться Что случилось? За тобой выехали и на этот раз уже не отпустят Я не знаю где ты, но уходи оттуда немедленно Спасибо Чи-чи Фаргутин у СБ Росгвардии Всем оставаться на местах Ой, как жаль, так попрыгать захотелось Где Фомин? Сейчас, извините, буквально секундочку Валец Казарной Взял? Так, сотовый Фомина здесь Значит он где-то в отряде Немедленно обыщите здание Есть Пароль Запаролен телефон Пароль Три четыре девять шесть Пароль неверный, издеваешься над мной? Пароль Фонцент, так что нельзя, лучше из УСБ Год основания СОБР Пароль Черт В камеру захотел, я могу устроить Товарищи подполковники, не надо, они просто молодые, глупые Дата рождения Фомина 0907 Чего? Твою мать Что такое? А, три попытки и телефон заблокировался Так ничего, вы завтра еще раз попробуете Честное слово, раньше такой был В здании отряда подозреваемого нет Вы об этом пожалеете Разрешите начинать? Мне показалось, что у него сейчас голова лопнет от злости Круто как мило Ну да, круто Только они теперь Фомина в розыск объявят Можете, надо думать, как спасать командира Ну что, Наташ, насколько все серьезно? Серьезно не бывает Я тебя специально здесь ждал, в здание не будем заходить, я думаю там прослушка В общем, я кое-что нашел Что имя? Я проверил все звонки В районе, где СОБР проводил операцию В общем, меня заинтересовал один звонок На спутниковый телефон, он очень подозрительный Имя владельца? Телефон зарегистрирован на пенсионера из Ставрополья А, ну понятно, по чужому паспорту купили Я копнул глубже, провел поиск номеров мессенджера Думаю, ну чем черт не шутит Ну так и Этот номер зарегистрирован сразу в нескольких мессенджерах И ник везде один и тот же Мефистофель 84? Ну я думаю, он себя ассоциирует с Мефистофелем То есть, ну по сути с дьяволом и гордится этим А 84 это… Вы от рождения Что-то меня от этих яблок пучит Неудивительно, какой дурак за раз столько яблок съедает Сам дурак, это витамины Угу, давай за офисом лучше следи Слушай, вот ты мне объясни, вот чего мы здесь забыли? Ну офис, ну люди, кого мы ищем? У тебя есть другие варианты? Да Залететь туда и поговорить с этим директором фирмы Ну как мы любим, по-бразильски Чтоб тебя УСБ прямо сегодня принял? Давай вперед Да Джон, ты что ли? Ты чего звонишь? Что? Слышь, блаженный, ты чего с дуба рухнул? Я у тебя вообще ничего никогда не занимал Иди ты знаешь куда Ты прикинь? Этот червяк мне звонит и знаешь, что заявляет? Помнишь, мы в прошлом году у него засаду устраивали? Да, это когда-то у него весь запас стейков стрескал? Вот Он вдруг резко о них вспомнил и просит меня за эти стейки деньги вернуть Ну не гад, а Да Миш, смотри Ну мужик, а чего? Уж очень у него рожа знакомая Я готов поклясться, чтоб где ты его видел Давай за ним Ты пешком, я на моторе Давай, давай, у тебя полез Свернул налево в проулок, отец, давай вокруг А вот сейчас не понял Где он? Не знаю, ты его прозевал То есть ты упустил, а виноват я? А чего ты стрелки переводишь? Он же не призрак, чтобы испариться Призрак? Точно, Миш, я вспомнил откуда я его знаю Нам срочно надо к Тайпану Умный, да? Тайпан сбежал, он мне не доложился куда побежал Где мы его искать будем? Поехали Я так и знал Пришли по вашу душу Вы меня под мостырь подводите За что вы так со мной, что я вам сделал? Командир, не стреляй Свои Мы с отцом сразу раскусили, что Джон не просто так звонил Ага, особенно ты Как я рад вас всех видеть, кроме тебя От Варя привет, отвез ее к Алине, там будет безопасно Спасибо, Юр, как она? Не переживает за тебя, как? Спасибо За вами слежки не было? Ну, обижаешь, десять раз все проверили Хвоста не было, а телефоны мы спрятали в чехлы глушилки Тайпан, кажется мы поняли, что происходит Пять лет назад мы накрыли банду контрабандистов Которые занимались контрабандой алмазов А может ты выйдешь, пока взрослые разговаривают? А ты вообще не в курсе, что это мой дом? Спасибо за стул Так вот, не взяли только одного Консультанта, который им помогал Он обучил их конспирации, чтобы на них полиция не вышла И научил определять прослушку и стукачей По сути занимался оперативно-розыскной деятельностью Но только по ту сторону баррикады Вот этот скромняга в уголке Это единственная его фотография Все искали и полиция, и комитет, и спецназ Без толку Человек растворился как призрак Да, сегодня его видели около фермы Агроконсалт Инвест А вот это плохо Если он заметил хвост, он туда больше не придет А у нас на него ничего нет, кроме этой фотографии Это аудитор Ты его знаешь? Ну, лично нет, но много о нем слышал Пять лет назад ту банду не без моей помощи приняли Но я не хочу мешать взрослым людям разговаривать Джон, извини, что накричал, я больше так не буду Доволен? Давай рассказывай уже Вот так вот, другое дело Стол Аудитора мало кто знает лично Но о нем все слышали, он легенда Вы вообще знаете, кто такие аудиторы, нет? Аудиторы помогают найти у бизнеса слабые стороны и ликвидировать их Этот аудитор занимается тем же самым, но не для честных бизнесменов, а для бандитов Если угрожают менты, проблемы с конкурентами или с поставщиками наркоты или оружия Аудитор все вопросы решает Оптимизирует бизнес, сокращает утечки, повышает доходность Вы понимаете, какого уровня это специалист? А ведь это кое-что объясняет Галим много лет занимался контрабандой янтаря И очень гордился тем, что ни разу не попался А почему? Потому что он сотрудничал с аудитором Точно, вот откуда у него ствол Галима А сейчас он сотрудничает с этими рейдерами, которые бизнеса отжимают Ну ладно, хорошо, ну допустим аудитор за всем стоит Но нам-то что с этого? Мы ведь не знаем как до него выйти А может не надо его искать Может быть надо сделать так, чтобы он сам пришел А как? Чем занимается аудитор? Он устраняет любые недостатки и бреши в криминальном бизнесе Так? Да, так В схеме аудитора с шабой тоже есть один недостаток Одно слабое место – это Богдана Как профессионал он знает, что лучший свидетель – это мертвый свидетель Аудитору обязательно надо убрать Богдану И сейчас для этого идеальный момент Ян Бегар, Богдана – свидетель Теперь представьте, что будет, если ее убьют Это закопает меня окончательно Подожди, Богдана же в изоляторе Так давай это исправим Джон Нужны чистые телефоны с незасвеченными симками Можешь найти пару? Обижаешь Джон, в отличие от некоторых, не зря ест свой хлеб Дети Выбирай А еще мне нужна твоя машина Вы свободны Можете идти Даже так? Теперь я резко не виноватая стала Пошла вон отсюда, пока я не передумала Передумала? А то я не знаю, зачем ты это делаешь Собственную шкуру спасаешь Все вы менты Одинаковые Это ж… Я проверил телефон, который этот прыщилуге принес Тут жучков нет И в повторных наборах уже вбит новый номер фамины Илья, все готово Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Села в такси, пробей номер Владимир, 406, Мария Настя, 147 Парни, подключайтесь Такси Желтый Корея, 406 Так, давайте Мой эстафету на Богатырском Парни Ай-пан, мы на подземном паркинге Угол голодозерный. Концент, я рядом. Сюда больше никто не заезжал? Нет. Может, Богдан здесь с аудитором встречается? Да, Наташа, говори. Проверила номер, с машиной все в порядке. Желтый немец зарегистрирован как такси. Но это не немец. Короче, он угнал эту тачку и поставил номера с другой машины. Это точно аудитор. Наташа на связи. Концент, работаем. Илья. Звони, Наташа. Он должен быть где-то здесь. Работает сёбр! Лег на землю! Работает сёбр! Лег на землю! ВЫСТРЕЛЫ 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 Сейчас я тебе расскажу, как все будет выглядеть. Ты подговорил следачку отпустить бабу, которая знала о твоих махинациях. О том, что ты убил Шабу и подбросил ему ствол. А когда ты убегал, случайно водитель избил тебя. И поняв, что тебе конец, ты решил поступить как настоящий офицер. На, поднимай его. Хочешь по-плохому? Будет по-плохому. Бросай оружие, работай! На медь остаемся! Бросай оружие! Батит Фомину гуманисту, забьешь его в оскорки! Вперед, вперед, вперед! Пришел в него! Это он! Он вам нужен, а не я! Отпустите его, я знаю. Что ты знаешь? Знал заранее, что ли? С самого начала? Не с начала. Когда ты бежал, я понял, что ты будешь действовать. А когда прошла инфа, что отпустили Богдана, я понял, как ты будешь действовать. За Богданой слезки не было, я бы заметил. Мы пошли иным путем. Мы подключились к ее телефону, чтобы слушать и следить одновременно. У нас есть аудиозапись, как эта тупырь убивала ее. Она умоляла о пощаде. Потому что они с Шабой сделали все, как он хотел. Что теперь? Что дальше будет? А теперь, я думаю, тебе надо к врачу обратиться. Вдруг перелом. А командир СОБР должен быть. Здоров. Пап, быстрее! Под руководством своего командира они блестяще справились с речей. Ну вот, взял и попустился. Измени, не успел. Там ваш командир что-то про тебя рассказывал. Какую вы крутую совместную операцию привели. А, так подожди, они еще не закончены. Ну? Руководство Агроконсалт Инвест подозревается в рейдерских захватах и убийствах. Сейчас силовики изымают всю документацию фирмы. Наш источник в полиции сообщил, что это только начало масштабной спецоперации. Да, Туча. Да иду я, иду. Ну, начинайте без меня. Хорошо, до встречи. Ты куда-то идешь? Опять? Парни позвали отметить. Не могу же я им отказать. Много не пей. Хорошо, мой командир. Я не поняла, ну что опять? Я думала, ты в постели с грелкой на голове. Слухи о моем состоянии сильно преувеличены. Так, пара трещин. Ну вот, а я тебе тут в гостинице принесла. Наташа, спасибо тебе огромное. Я без тебя бы не справился. Илья, помнишь, в прошлом году тебя подозревали в убийстве? Я все указывала на тебя, и я грязным делом сама в это поверила. Я до сих пор себя виню. Не стоит. Ну еще как стоит. Ты оказался невиновен, я оказалась дурой. Больше такого не повторится. Илья, я всегда буду на твоей стороне. Что бы ни случилось. Парни, планы изменились. Я не приеду. Извините. Звук образования Не болит сердце волка Лишь без голодных глаз От Москвы до Нью-Йорка Работает спецназ За мечты и за жизни За свет любимых глаз По приказу отчисли Работает Субтитры подогнал «Симон»